На сегодняшний день можно ли считать Украину европейским центром возрождения неонацизма? И, естественно, обращусь и к нашей гости из Российской Федерации. Да, пожалуйста. Относительно такого утверждения, думаю, можно это сказать смело, потому что мы видим сегодня пример того, как военный конфликт, он разгорается именно за счет того, что страны Восточной Европы активное участие принимают, и Западная, конечно, Европа, активное участие принимают в том, чтобы накачивать этот регион оружием, соответственно, добровольцами и всеми теми, кто желает проявить свое участие, в том числе геноцида мирного населения. И, к сожалению, как видим мы по информационным различным каналам, средствам массовой информации, стало это таким инстримом для представителей, скажем так, военных ведомств и так далее. То есть, в частности, с поддержкой государственной элиты прибалтийских государств направляются группы солдат, национальные армии на территорию, получается, другого государства. Для чего? Отрабатывать свои навыки ведения боевых действий, получать какой-то опыт. Но не говоря уже о том, что здесь есть еще и, конечно, момент преследования личных целей и прагматичных. Потому что я не думаю, что дело только в том, что они идут туда по зову своего нацистского вдохновения, по зову своего какого-то такого убеждения. А прежде всего они понимают, что в дальнейшем результаты такой борьбы могут, скажем, принести им некие дивиденды. Дивиденды в том числе, например, приобретение земли, влияние на эту инфраструктуру. Ну и, соответственно, оказывает давление на границы России и Беларуси, что для нас, в принципе, является угрозой со всех точек зрения. Не только с военной и политической, но и культурной, и гуманитарной.